ВСУ продолжают оборону Бахмута, однако ситуация для Украины ухудшается. По данным британской разведки, силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть восточных кварталов. Линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города. ВСУ подорвали мосты и обороняются в укреплениях на западе Бахмута и могут простреливать город практически насквозь, чем объясняются значительные потери среди вагнеровцев. В то же время маршруты снабжения защитников города находятся под угрозой. На этих кадрах украинские десантники ведут огонь по российским позициям под Бахмутом. Вот что они говорят о ситуации на фронте. «Тяжело защищать крепость Бахмут, потому что сейчас тут сосредоточено много сил противника. Также из-за погоды использование техники ограничено вокруг болота. Свобода – это дерево, которое время от времени надо поливать кровью патриотов и тиранов. Это то, чем мы занимаемся. К сожалению, много патриотов погибает, но тиранов больше». Россияне ведут наступление и по другим направлениям. Так наёмники ЧВК «Вагнер» продвигаются и к городу Часов-Яр к западу от Бахмута. Это, по мнению наблюдателей, важнейший пункт украинской обороны. Его потеря может создать реальную угрозу для Краматорска и Славянска. Из-за кровопролитной обороны Бахмута почти незамеченным осталось ещё одно наступление России в другом месте – на крупный пригород Донецка – Авдеевку. Отмечают эксперты и активизацию ВКС России. Бомбардировки линии фронта и ближайшего тыла украинцев также наносят урон ВСУ. ВВС Украины тоже пытаются повлиять на ситуацию на фронте. На этих кадрах экипаж украинского вертолёта Ми-8 выполняет рискованную миссию под Бахмутом. Вместе ещё с двумя вертолётами он летит на низкой высоте и выпускает десяток ракет по российским позициям, после чего сразу же совершает резкий разворот, чтобы вернуться на базу. «Мы только что вернулись с боевого задания недалеко от восточной границы нашей страны. Мы нанесли авиаудар по линии укреплений противника под Северодонецком, по русским, в окопах, бронетехнике и складу боеприпасов. Во время такого полёта надо лететь как можно ниже, чтобы не заметили российские радарные системы. Чтобы они не знали о нашем приближении до самого последнего момента, тогда они не смогут предупредить о том, что Ми-8 летят для удара. В конце концов, они всё равно нас увидят. Но чем позже это будет, тем лучше, чтобы у них не было времени среагировать». Ограниченные по масштабу бои ведутся и в Херсонской области. Так на Днепре проходит битва катеров. И Украина, и Россия устраивают десантные операции на островах около Херсона. ВСУ удалось высадиться на острове Белогрудове рядом с левым берегом Днепра. Эксперты считают, что украинцы пытаются создать здесь плацдарм для будущих наступлений, либо же для того, чтобы притянуть сюда российские резервы. Россия также продолжает обстрел ранее оставленного Херсона, который Путин на бумаге даже аннексировал. После попадания в остановку общественного транспорта погибли три человека. Улучшить ситуацию для Украины в районе Бахмуда могло бы масштабное наступление ВСУ, о подготовке которого неоднократно заявляли в Киеве, отмечают эксперты. Война между Россией и Украиной продолжается и на уровне языка. Так Владимир Зеленский поручил изучить вопрос о переименовании России в Московию. Петиция за переименование набрала 25 тысяч подписей украинцев. Москва отреагировала яростно. Представитель Митроссии Мария Захарова назвала это свидетельством создания из Украины антироссии. А бывший президент России и зампредсовета безопасности Дмитрий Медведев в ответ в своем телеграм-канале предложил называть Украину Бандера-Рейхом. Прошлой весной в новостях чаще всего звучало название небольшого городка Буча, расположенного неподалеку от Киева. Этот город более месяца находился в зоне российской оккупации. После его освобождения мир увидел страшные кадры, на которых запечатлены жертвы жестоких военных преступлений, совершенных российскими военными, а также массовые захоронения. Многие дома в городе были разрушены. Сейчас ведутся работы по их восстановлению и превращению Буча во вновь пригодный для жизни населенный пункт. Наши коллеги отправились посмотреть, что же там удалось уже отстроить, несмотря на то, что война в Украине не прекращалась. Долгожданные звуки на вокзальной улице в Буче. Разрушенные в первые дни войны дома здесь восстанавливают с поразительной скоростью. Жители признаются, что удивлены темпом строительства. Я надеюсь, что это будет новое начало, начало чего-то хорошего на улице Вокзальной. А после этого Ирпения, потом и вся Украина отстроится и будет лучше, чем до войны. Проект финансируется фондом Говарда Баффета, сына американского миллиардера Уоррена Баффета. Для многих Буча также символ украинской стойкости. Но такую картину быстрого восстановления можно увидеть не везде. Всего в 15 километрах лежит в руинах село Мощун. Здесь с прошлого года почти ничего не изменилось. Это все, что осталось от дома Анны, разрушенного российской артиллерии. Сейчас она живет в модифицированном контейнере, предоставленном фондом Ротори. Буквально среди обломков своего старого дома. И живет не одна. Посмотрите, какая красавица у нас тут сидит. Анна живет в одной комнате вместе со своей дочерью и внучкой. Мы втроем. Иногда бывает приезжает сын, младший сын. Он спит на верхней койке, а мы втроем спим на нижней. Моя дочка, внучка и я. А что делать? Они живут так с прошлого лета. Анна обратилась за помощью к государству, чтобы ей помогли восстановить дом. Но ответа она пока не получила. Мы заполнили все формы, но решение о том, получим мы какую-то помощь или нет, пока нет. Мы сами не знаем пока ничего. Анна понимает, что ее случай лишь один из многих. Только в ее деревне российские военные уничтожили или повредили сотни построек. В масштабах страны это сотни тысяч зданий. Эксперт по социальной политике Иван Вербицкий говорит, что правительство проделало большую работу по поиску временного жилья практически для всех, кто в нем нуждается. С одной стороны, украинскому государству не хватает этого долгосрочного видения, как размещать людей в долгосрочной перспективе. У нас есть программа по предоставлению людям, которые потеряли свои дома, компенсации на восстановление. С другой стороны, непонятно, как эта программа будет работать и будет ли вообще работать. Дом Анны придется восстанавливать с нуля. Кроме фундамента, мало что осталось. Я хочу прожить достаточно долго, чтобы восстановить этот дом, чтобы знать, что если я умру, мои дочка и внучка останутся в доме. В настоящем доме. Женщина говорит, что ее семья найдет способ восстановить дом, даже если придется делать это в одиночку. Ситуацию в Украине подробнее обсудим прямо сейчас на связи с Берлинской студией, с Абкор ДВ в Киеве, Ник Коннелли. Ник, добрый день. Добрый вечер. Что говорят в Киеве по поводу целесообразности продолжения обороны Бахмута? Что говорят об этом в Киеве? Ну вот уже которая неделя идут эти споры. Постоянно были сообщения, что вот-вот-вот-вот украинские силы собираются покинуть этот город, оставить его, чтобы не попасть в окружение. Но этого все нет. Мы уже видим достаточно отчетливо, что западные партнеры Киева все-таки намекают на то, что стоило бы уйти. Мы слышали на прошлой неделе министр обороны США Остин, который говорил в очередной раз, что это город с символическим значением, но не более того. Похожие были мнения от генсека НАТО Стольтенберга. Но вот с украинской стороны мы видим, что все-таки считают, что целесообразно его оставить под контролем. Вот подкрепление туда отправлено. Мы видели в последнее время достаточно много высокопоставленных генералов и прочих военных лидеров, которые там побывали или рядом хотя бы бывали. И насколько мы понимаем, вот то бутылочное горлышко, которое связывало Бахмут с подконтрольной территорией, оно сейчас немного расширилось. То есть логистика стала немного проще за счет контратак украинских. И вот здесь Киев считают, что целесообразно его дальше оборонять с целью приковывания российских сил для подготовки возможного контрнаступления сейчас, через несколько недель, в начале весны. Ну а какова сейчас ситуация в столице? Подвергался ли Киев обстрелам за последние сутки? — Тут относительно спокойно. Ну, нельзя окончательно такого говорить. То есть как только люди здесь ощущают какой-то относительной безопасности, то обычно что-то такое происходит. У нас была такая достаточно длинная пауза, а потом на прошлой неделе была массирована ракетная атака с применением баллистических ракет со стороны России. Так что полностью расслабиться не стоит. Но так в целом с энергообеспечением, с логистикой все достаточно хорошо. Но вот за последние сутки в Херсоне погибшие есть среди гражданских, и в Запорожье очень громко постоянно там прилетают ракеты С-300. Так что, в принципе, Киев в привилегированной позиции, но вот по Украине постоянно эти обстрелы, эти налеты наблюдаются. — Ник, а вот в ходе своего недавнего визита в Киев премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила поставок Украине истребителя F-18. И недавно руководство Словакии заявило о готовности предоставить Украине своей МиГи-29. Поставки западом боевых самолетов в Украине становятся все вероятнее. Что говорят об этом в Киеве? — Ну, действительно, вот после табу с танками и вот все-таки решения Германии и других западных стран поставить Украине танки, следующая тема номер один в плане именно просьбы Украины — это самолеты. Действительно, с МиГи от Словакии, Польши — это такой промежуточный шаг, потому что это хорошо известная Украине советская техника, и их будет достаточно легко применять, но все-таки это не даст качественного такого рывка. Это просто позволит немного, может быть, разгрузить имеющиеся машины, которые там изношены за год очень интенсивного применения. Да, действительно, вот от финского лидера вот были такие заявления. Потом казалось, что все-таки финские военные об этом были не в курсе и все-таки отрицали возможности быстро отправить эти самолеты в Украину. Но вот мы видим, что и Голландия, и Нидерланды, и другие западные страны уже так намекают, что все-таки возможно это будет происходить, и уже украинские летчики учатся за рубежом. Но это не дело, мне кажется, следующей неделе месяцев. Что интересно, что вот, насколько мы понимаем, американцы собираются дооборудовать украинские самолеты с помощью западных ракет. То есть все-таки дать имеющимся самолетам Украине возможности использовать западные вооружения и тем самым все-таки улучшить их качество. Ник, и последний вопрос. Какой резонанс среди украинцев вызвала петиция о возможном переименовании России в Украине, в Москве? Ну, мне кажется, это не совсем, ну, для большинства людей здесь серьезная история, но все-таки очень такой удачный пример троллинга, если вот все-таки посмотреть на резонанс в Москве. То есть, мне кажется, это просто часть вот этой психологической войны и пока что не более того. Продолжение следует...